Здравствуйте, меня зовут Сергей Менщиков, я фэшн-визажист. Мы продолжаем наши уроки экспресс-макияжа, поможет мне бота. Вчера у нее была бурная вечеринка, а сегодня утром ей нужно идти на собеседование. В этом я помогу ей создать яркий и запоминающийся образ для работодателя. У боты очень светлый оттенок кожи, тональный крем. Если покупать в магазине, то нумерация это либо единичка, но желтых оттенков единичка. Потому что есть еще розовые оттенки тональных кремов. Оно больше присуще европейцам. Азиатам больше присущ желтый оттенок кожи. Либо-либо это нумерация идет Ivory, слоновая кость. Чтобы правильно подобрать тональный крем, нужно выдавить на внутреннюю часть руки, легкими движениями размести и выйти на дневное освещение и посмотреть. Если он не заметен, значит это ваш тональный крем. При помощи корректора мы скроем какие-то синячки, либо какие-то неровности под глазами. Подушечками пальцев самостоятельно себе наносим легкими вбивающими движениями. Наша задача скрыть недостатки. Ни в коем случае не растягиваем, не тянем. Бережем нашу кожу. Она очень нежная под глазами. В этом случае мы можем обойтись только высветляющим корректором, не использовать затемляющий. Мы заменим темный корректор на бронзант, либо пудру темных оттенков. В данном случае пудру используем рассыпчатую, полупрозрачную. Наша задача закрепить тональный крем, потому что здесь работает у нас тональный крем, а не пудра с корректорами. Чтобы не перегрузить лицо на весь день. Поэтому пудра должна быть полупрозрачной тонкой текстуры, рассыпчатой. Поправлять макияж, естественно, уже можно компактной. Берем для коррекции скуловой зоны либо бронзанты, либо есть компактные румяна. Наносим корректирующее средство круговыми движениями. У нас есть такая особенность лица. Либо мы работаем в круговую, мы получаем данный результат. Не надо ничего выдумывать. На веки и макияже глаз наши линии должны быть четкие, ровные. При открытом глазе они приобретают свои линии в правильной форме. также можно немножечко активно тянуть. Только не сильно. Приводим брови в порядок. Расчесав их немножко. В этом случае не мы не прорабатываем сильно брови. Они нам не нужны сегодня. Мы будем делать акцент на глазах. Потому что при собеседовании мы будем смотреть и нам будут смотреть в глаза. Чтобы при собеседовании наша кандидатура запомнилась, желательно использовать в макияже теплые оттенки. То есть это либо золотые, либо медные оттенки. В данном случае мы будем использовать золотые. Наш первый цвет идет. Он вроде бы белый, но при нанесении он отдает золотым отливом. Начинаем с подбровной дуги и разносим. Сводим на нет кресничного края. Можно слегка проработать одну треть внутреннего уголка. Придать свежесть взгляду. Следующий этап. Самой большой пушистой кисточкой для теней мы берем натуральный оттенок, какой-то коричневый, с микрочастицами золота. Набираем сначала немного, встряхиваем лишнее. Также начинаем работать от середины века. Плавно распределяем по подвижному веку. Наша задача та же самая. Соединить оба цвета. Почему интенсивность цвета теней должна быть у нас строго посередине подвижного века? Потому что, поэтому и назвали тени тенями, что они должны подчеркнуть наш родной цвет глаз, а не затемнить. То есть их задача оттенить. Поэтому, если интенсивность цвета будет с каких-то двух сторон, либо с одной стороны, свои функции они не будут выполнять. То есть это будет просто пятно. Это не будет макияж. Апликатором поменьше, либо кисточкой поменьше, также прорабатываем нижнее веко. Площадь две трети. Наша задача также соединить первый и второй цвет. Так, теперь мы приступим к формированию нашего века. Самыми темными тенями это черными. Начинаем работать от ресничного края и растягиваем цвет к верху. Если мы считаем, что у нас много, что мы сейчас далеко уйдем, то желательно цвет снять на руку, либо на салфетку. И также продолжаем растягивать. То есть нам нужно получить эффект легкой длинки. Но не забегаем выше ресниц. Если при открытом глади, то есть цвет темный не должен выходить за линией ресницы. И легонечко-легонечко проводим по ресничному краю кисточкой, чтобы выделить наш нижний век. Если у нас получились четкие границы, мы берем и опять же растягиваем цвет, мы соединяем. На желтисто-коричневый с черным. Таким образом мы добиваемся внимания, концентрации к нашим глазам. Также прорабатываем тушью. Не делаем сильно густые ресницы. Это у нас не вершина. Это у нас беловая встреча. Достаточно нескольких движений, наверное, чтобы определить местонахождение ресницы. Так же слегка касая находим наши нижние ресницы. Переходим к румянам. Теперь я бы на день взял светоотражающие румяны, запеченные. И также слегка находим наши скулы. Еле касаясь, нам нужно нанести. Наша задача расположить к себе собеседника. Теперь переходим к губам. Здесь я бы не рекомендовал мерцающих блесков для губ. Так как мы задали акцент на глаза. Соответственно, мы берем либо прозрачный блеск для губ. Но используем его в виде увлажняющего средства. Либо кремовую помаду. Легкими скользящими движениями проходим по всей области губ. Четкий контур нам не нужен. Мы лишь додаем легкий оттенок губам. Я бы взял тоже что-то песочных оттенков. Либо карамельных. Если мы считаем, что наш взгляд недостаточно выразителен, то мы либо самой тоненькой кисточкой, либо острым черным кармешом для глаз прорабатываем весь контур ресничного края. В данном случае нам нужна выразительность. Избегайте четких линий. Желательно это делать по ресничному краю изнутри. Тогда линия будет незаметная, но она задаст нам объемочек. Наш макияж готов. Итак, наш макияж готов. Теперь приступаем к волосам. Сделаем легкую укладку для деловой встречи. Тщательно расчешем их, чтобы нам было проще работать. Отделяем зону челки. Она нам пока не нужна. Приступаем к классическому начесу. Макушечный зон. Но опять же делаем не сильно. Нам не нужен весь эрокез. Существует мнение, что начес портит структуру волос. На самом деле это большое заблуждение. В данном случае мы лишь придали объем. Прикорневой. Поэтому здесь начесом это назвать сложно. Мы лишь сделали объемочек. В таких случаях желательные классические укладки Они создают мнение, что вы собранный человек. Вы надежный человек. Что вам можно довериться. Поручиться. Что вы в меру уравновешенный. Наша подчаска готова. Полный образ софтал. Мы готовы к собеседованию. Стиль этой, скажем так, укладки. Сдержанный, выдержанный. Консервативный. Но не старомодный. Консервативный. Продолжение следует. Продолжение следует. ендель. ,